Ну что, дорогие друзья, всех рад еще раз приветствовать на финальной главе эпизода второго части прохождения Half-Life 2. В предыдущем эпизоде мы немного счетерили и закончили войну страйдеров при помощи пополнения оружия ракетами, потому что меня сгорело бегая за бомбами, пытаясь максимально к ним их так приклеить и почему-то мне не получалось это сделать. Хотя те люди, которые, кстати, мне помогали при укреплении нашей крепости с ракет, они хуярили как просто не знаю что и почему-то страйдеры не падали. То есть, как бы, в принципе, такое ощущение, что их ракеты просто, знаете, так вот сделаны для массовки и для, так сказать, более красивого экшена в этой игре. А все твои ракеты и все твои бомбы это именно то, что остановит страйдеров. Ну ладно, забыли, проехали, ребята, еще раз извините, а мы продолжаем и переходим в семью главу. Поехали. Осталось совсем чуть-чуть. И закончится, ребята, эпизод второй в этой игре. И спустя уже 16 лет, на тот момент, как вышла вторая часть эпизода второго, мы ждем эпизод третий или хотя бы продолжение хоть как-нибудь, чтобы закончить эту удивительную историю, который уже на данный момент, если выхода считать Half-Life 2, почти, 21 год. Вот так вот. 20 эта игра ушла назад практически. Но если считать 2004 год, 24 будет через полгода. И, соответственно, 21 год. Почти готовы к запуску. Портал готов открыться, но доктор Магнусен уверен, что мы успеем это предотвратить. Пойдем, Маркс, пойдем. Здравствуйте. Вы довольны? Устройство Магнусена сработали безупречно. Ага, я заметил. Я чувствую необходимость лично поблагодарить тебя за спасение моей ракеты. Так что... Спасибо, доктор. Я рад. Довольно болтовни. Пора запускать ракеты. Ты уверен? Мне на миг показалось, что он тебя обнимет. Я то, что подумал. Галочка, галочка, галочка. Пойдем. Пойдем, пойдем. Буду удобно наблюдать за полетом. Ты сам его проверял? Это что такое? Полет приорван, свяжечка, сняла и других. Это старая запись. Нет никаких других вас. Пока ты там развлекался, я нашла старый вертолет и подлатала его. А, молодец. Все готово к отлету. Нам не дают скучать, да? Это верно. Именно так. Попробуем. Я понимаю, да. Пришлось очень сильно подраться. А мне кажется, Гордон им здорово помог. Спасибо, доктор Клеоннер. Полагаю, мы готовы начать автоматический запуск. Представим эту честь Гордону? Я ни школько не возражаю. Предлагаете мне сделать запуск ракеты? Ну, хорошо. Три, два, один. Let's go. 25 секунд до старта. 20 секунд. 15. 10. Начинаем запуск. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Запуск. Летит! А и правда летит ты. Еще так летит. Взять в руки. Да. Не горяч. Выдох. Рано праздновать победу. Надо вывести спутник на заданную высоту и транслировать цена. Совершенно верно. Время уходит. Еще немного, и было бы уже поздно. Все ведь получится, правда? Обязано получиться. Как только ракета окажется в непосредственной близости от портала, мы запустим замрезонат. Предлагаю выйти наружу. Люблю наблюдать фейерверк на окрытом воздухе. Это будет невероятное зрелище. Жаль, что я не смогу присоединиться. Нам с Магнусом нужно снимать показания полета. Пойдем типа осмотрим. Вы не хотите нас проводить? Разумеется, как только освобожусь, ни за что не отпущу вас, не попрощавшись как следует. Хорошо, ловлю вас на слове. И вас, доктор Магнусон. Да-да. Ой, да-да. Мы догоним тебя, милая. Гордон, послушай меня. Уас, вот ты где? Чем дольше я о нем думаю, тем больше оно не дает мне покоя. Это Борей, вне сомнений. Не обманывайся. Его нельзя извлекать на свет божий. Его необходимо уничтожить. Любой ценой. Ну где же вы? Все пропустите. Уже идем. Гордон, спасибо за все. За Алекс, за всех нас. Я горжусь тобой, как гордился бы собственным сыном. Спасибо, Элай. Когда ты вернешься, нам о многом надо будет поговорить. Обязательно. А где вы? Элай, Гордон, Алекс, Бортау, начинается. Ну что, смотрим представление. Ну на самом деле нас ждет очень страшный финал. Остается ждать. Ух ты. Да. Победа. Да. Закрыть. Получилось. Получилось, Гордон. Еще как закрыли. И как раз вобрет. Эх, жалко мне вас расстраивать. Но это не тот финал, который мы ждем. Это точно, милая. Время праздновать серьезную победу. Жаль, что вы сразу же улетаете. Если бы не важность этого дела... Ничего, папочка. Мы найдем Джудит и вернемся. Пес? Эй, туда ты... Что ему в голову стреляет? Не убегай далеко. Пес почувствовал опасность, которую она сейчас настигнет. Вот и все. Ох, ребята. Сейчас будет очень страшный финал. Будьте все время на связи. Никто не знает, что вас там ждет. Не волнуйся, папочка. Все будет хорошо. Это будет так. Мне жаль, что на твою долю выпало столько испытаний. Будь мама жива. Папа. Пойдем, Гордон. Идем, Гордон. Вертолет готов. Идем. Ты точно ничего не забыли? Да вроде нет. Доктор Гляйнер дал нам координаты Бория. Мы останемся на прежней радиочастоте. Вдруг Джудит решит еще раз с нами связаться. Отличная мысль. Она вполне может повторить попытку. Папа, Гордон, помоги. Ну а теперь, дорогие друзья, мы, так сказать, наблюдаем самый страшный финал этой игры. Что мы сделаем с этим не сможем? Мы просто будем смотреть, как пилай. Мы поднимаем. Жалко, что так кончится второй эпизод. Папа, берегись! Нет! Папа! Папочка! Жалко! Черт возьми, отпусти его! Сука! О, господи! Твою мать, а! Просто посмотрю, что они с ними сделают, а! Я отказать на глаза! Я люблю тебя, папочка! Не смотри! Нет! 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 Сука! Ублюдки, блядь! Гордон! Да, пёс! Ё-моё, блядь! Как же всё это? Папа! О, господи! Папочка! Папочка! Папочка, пожалуйста! Папочка! О, господи! Нет! 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 Как это не печально, ребята! Именно так закончится второй эпизод этой уникальной игры. Мы потеряли Элая Бенса. Его родная дочь плачет рядом с телом своего погибшего отца. И мы, к сожалению, ничего не могли сделать. Единственное, что спёс спас Алекс от такой же неминувой смерти, как и её отец. И как будет судьба дальше решена этой игры, до сих пор уже на протяжении 16 лет, нам неизвестно. Когда сделают третий эпизод, как мы будем мстить всем тем, кто отнял наши мечты, желания, а у кого-то и жизни. И когда это случится, только одному Богу известно. И когда настанет эпизод третий, мы тоже этого не знаем. Но в любом случае, мы надеемся, что когда-нибудь он выйдет, и всё-таки эта трилогия закончится в хорошем ключе. И мы всё-таки отомстим за смерть наших товарищей, а также за Элая Бенса. Но я, ребята, с вами прощаюсь на такой печальной, в то же время прискорбной ноте, при потере наших друзей. И, соответственно, так оно вышло. По-другому быть оно не могло. Всем, ребят, спасибо за этот эпичный просмотр. Вы были на прохождении трилогии Half-Life, часть вторая. Комментарии, подписочка, лайкосы. Берегите себя и ставьте лайки побольше, что вышла третья часть эпизода 3, Half-Life 2. Удачи вам, ребят. Увидимся.